всем снова привет сегодня хочу провести такой эксперимент принес я из дома свою видеокарту и хочу я поставить ее место вот этой вот asus gt 640 сейчас мы ее вытащим на ней мы проверяли ведьмака получается где-то выходила 20 25 кадров хочу я проверить теперь на что способна 1050 с этим процессором повторюсь процессор здесь ай 5 2550 кей установим сейчас мы сюда вот такую видеокарту гигабайт это 1050 ti g1 gaming так значит это с моего домашнего компьютера видеокарта вот коробочка здесь у нас 4 гига ну по характеристикам сейчас я вам скажу значит вот если видно 1050 5 ddr 128 бит так ну и вот g1 gaming так и по частоте не знаю здесь у нас частоты написаны или нет наверное нет также поддержка 12 direct x а по разъемам у нас имеется 9 иди 3 hdmi 1 дисплей порт так ну что давайте установим нашу видеокарту в наш системник видеокарта имеет дополнительное питание здесь она тоже имеется сейчас я вот здесь расскажу раскушу хомутики и подключим мы доп питания так защелкиваем видюху так прикручиваем так теперь с этого пучка нам надо будет откинуть нашу вот эту линию питания видеокарты и давайте подключим временно пока чтоб тут ничего не мешалось да еще что хочу сказать монитор у меня в га поэтому я буду использовать вот такой активный вот мне конвертер сигнала получается с одной стороны в га с другой стороны hdmi ну и что же давайте подключим установим драйвер и посмотрим как будет тянуть вот это вот видеокарта я думаю что даст она хорошую фору вот этой просто интересно стало проверить ее возможности кстати да те кто не знает вот современные видеокарты сейчас в данном случае вот это которая сейчас установлена 1050 тянь на ней нету ни одного аналогового выхода вот на вот этой вот 640 присутствует вга аналог 2 иди и hdmi здесь у нас уже нету ни одного аналогового разъема здесь полностью все цифровое 9 иди 3 hdmi и один дисплей порт поэтому и придется использовать вот этот вот переходник поменял я видюху на данной конфигурации вот эту asus на 2 гига шестьсот сороковую пока вытащил поставил 10 50 5g 1 гейминг так значит сейчас вот она у меня определилась уже в устройствах драйверы я повесил вот geforce nvidia gtx 10 50 ти ай вот у нас значит nvidia 10 50 4 гига ну в принципе вот все характеристики написан значит запустил я ведьмака настроечки у нас я поменял постобработка смотрим все включено общее поставил разрешение 1920 на 1080 вертикальная синхронизация включена все включено кроме nvidia hairworks вот все на высоком ну и давайте посмотрим ну естественно shadow place кушает какую-то часть fps а я не знаю вот видно вам сейчас я постараюсь задрать чтобы видно было и так в принципе но где-то 53 но около короче без shadow place а где-то в среднем под 60 кадров получает из shadow place падает и до 40 где-то в среднем 48 50 ну где-то так давайте сейчас в город забегу но я потом еще включу трансляцию shadow place ну там конечно поменьше fps сейчас shadow place отключен ну вот как мы видим 50 кадров 49 50 ну в принципе практически то же самое что из shadow place конечно такой видеокартой графика уже в разы красивее симпатичнее играбельность более-менее все в порядке никаких лагов подвисаний вообще никаких подтормаживаний ничего абсолютно нет поэтому если у вас процессор ну а и 5 там допустим до 2550 тех времен то можно смело оставить вот такую видео видюху видюха такая обойдется вам ну самый дешевый ее вариант где-то в районе 11 12 тысяч вот это вот мой мой вариант выйдет в 14 тысяч да установил я еще утилиту гигабайт вот это extreme поставил видеокарту в заводской разгон там немножко частота повыше ну вот в принципе на этом и все сейчас посмотрите запись shadow place а если кому интересно но на этом в принципе все приятного просмотра до новых видео и до новых встреч что я провожу А я сегодня получу горбушку хлеба. Лишь бы нам солнышко сестилось. Что нам надоело в штабной мере? Вести раздох. Пропустишься мы тут. А теперь Дерман. Дерман. Бабка моя рассказывает. Как все это снова пропало. Мужики начали ведьмака пытать. Кто так тураться очень сложно. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьёзные проблемы с памятью? Клён врёт. Прямо в шею. Буду убивать. Продолжение следует...